Всем привет и сегодня расскажу о последнем из трёх классов защиты в игре Team Fortress 2. Это инженер, он же Inge. Инженер является прирождённым классом защиты и поддержки в принципе тоже. Инженер использует для атаки как первостепенное оружие дробовики, второстепенное пистолет и третье ключи. Но его основное оружие составляют это именно его постройки. У него есть, скажем, четыре постройки, но можно две объединить в одну категорию. Первая постройка это турель, как видите она стоит 130 металла, для инженера это основной материал. Выбираем динчу, ставим и строится турель. Для постройки туреля нужно определённое время, так что нужно строить её заранее, чтобы враг уже вылез из укрытия своего или попал на турели при готовой турели и был уничтожен. Первый уровень турели имеет просто один ствол такой. Чтобы возводить постройки своей инженеру, необходимо переключиться на ключ и бить по своей постройке. Также постройка усовершенствуется, имеет три уровня. Чтобы усовершенствовать, нужно также использовать ключ. Как видите, 200 единиц нужны металла, чтобы усовершенствовать постройку. Турель принимает такой вот вид, два шестистрольных пулемёта. Она более эффективно убивает врагов. Способна спокойно сметать хэвиков, таких толстеньких, как дема, пира, солдер. Дальше, при улучшении турели, вы получите третий уровень турели, которая приобретает более лучшие характеристики. Добавляется четыре ракеты сверху. Вы только помните, что у турели, как и у вас, у всех любых классов, есть боезапас. Он отображается слева в виде обоймы и ракеты отдельно. То есть при расходе ракет обойма уменьшается, и нужно будет восстанавливать, то есть нужно будет ударять по постройке и восполнять боекомплект. Также постройку можно собирать в ящик обратно и переносить. Нажимаем правым кликом мыши на постройке и переносим, куда вам удобно. Лучше турели, конечно, знавать в труднодоступных местах и для врага, чтобы нельзя было, скажем, пироманом выжигать турели из-за угла, там где-то и дема-меном, или солдером закидывать ракетами и бомбами данную турель. Видите, турель сразу возводится третьего уровня, то есть не надо заново ее строить. Помните, что турель имеет радиус обзора, то есть она не может атаковать настолько дальние цели, которые не входят в ее радиус обзора. Поэтому ставьте турель так, чтобы ее не могли расстрелять с дистанции, прежде чем она начнет стрелять по врагу. То есть нужно заставить ее так засадой, чтобы ее не зацепляло никакими взрывами и выстрелами. Дальше, вторая постройка, это раздатчик. Это верностной, так скажем, ящик с боеприпасами и аптечками. Очень эффективные вещи в обороне. То, что вы можете установить раздатчик за углом или на передовой, но чтобы его не накрывали взрывами. И получится так, что все союзники, подходящие к нему, в том числе и вы, будете восстановить все здоровье и патроны. А также инженеры будут получать металл. Как видите, шкала заполняется постепенно, и вы получаете металл. Чем больше уровень раздатчика, тем больше он дает металла вам, боеприпасов и лечит здоровье более эффективно. Дальше. Также раздатчик можно перенести, как и турели, и все другие постройки. Дальше. Следующая постройка, это телепорт. Вход и выход. Они также усовершенствуются. Телепорт очень эффективен в случае с штурмами. Более эффективно позволяет быстрее добираться до точек наступления или где документы находятся. Особенно очень эффективно в документах, когда инженер, если каким-то образом пробирается к противнику на базу, и там устанавливает прямо с документами все свои постройки, телепорт. Видите, мне телепортировало на соседний телепорт. Также поставить там телепорт, и получается, можно быстро добираться с респауна на территорию врага, прямо хватать доки и тащить их к себе на базу. Это очень эффективный метод. Но нужно инженерам хорошо уметь играть и пробегать. Если вам удастся построить, там, получается, вы можете перетащить всю свою команду на респа и просто выносить доки на ура. Дистанция телепортов не ограничена. Также с помощью телепорта можно убивать других игроков, противников. Если враг будет стоять в данный момент в телепорте, и кто-то телепортнется, он просто его убьет. Сразу же. Ращепит, так сказать. Все эти постройки строятся с помощью КПК специального. Оно находится на кнопку 4 назначено и идет в списке четвертым. Также, если вам вдруг необходимо уничтожить постройку, вы не можете, скажем, перенести, там, она далеко, нет времени идти, вы можете спокойненько взять, скажем, уничтожить, раз датчик взрывается, и просто построить новый в том месте, где вы сейчас находитесь, чтобы не бегать. Если нет, так вы можете перетащить. Это пятая кнопка. Она позволяет выбирать одну из четырех функций уничтожения ваших построек. Сейчас я расскажу об основном оружии инженера. Значит, инженер имеет основное оружие дробовик. Ну, ничем не примечательное оружие. Как и обычные везде дробовики. Средние и малые дистанции с атаки. Небольшой Б-комплект с собой. Дальше. Основное оружие инженера. Это идет другой вид дробовика. Овдовитель. При попадании урон, несенный врагу, выполняет запас металла. Не требует перезарядки. Это очень эффективный вид оружия, которое не требует перезарядки. То есть, можно шмалять, не перезаряжая. Как говорится, выскочивая из угла, а враг там, а ты еще перезаряжаешься. Это не очень эффективно. А тут такого нет. За выстрелом минус 30 металла. И этот оружие использует металл в качестве патронов. Сейчас я вам покажу. Это, конечно, не очень эффективное использование металла, но, видите, стрельба постоянно поклажет металл. Если вы стоите с раздатчиком, это, в принципе, как рядышком лента пулеметная или ящик с патронами, и вы просто шмаляете врагу, пока есть металл. Достаточно эффективное оружие, если у вас есть много металла. И вы уже отстроились, скажем, они бежите на врага, потому что вы потеряете металл, вы не сможете построить на базе противника раздатчик, телепорт или турель. Перейдем к следующему виду оружия. Это Помпсон 6000. Он не требует патроны, так же, как и пушка у солдата. Снаряды невозможно отразить, в отличие от солдатовских. В ее попадании жертвы теряют 10% отбез заряда и 20% невидимости. Это, скажу так, шокос, пушка против медиков с хэвиками, да, в принципе, любых медиков, идущих, копящих уберы. Для того, чтобы рубить их в нужный момент, и снести вашу команду, вы просто постреляете по медику, попадая по нему, вы сбрасываете ему за каждое попадание 10% заряда убера, что не позволяет ему вовремя накопить, и, в принципе, команда может снести надвигающуюся на вас безопасность. А 20% невидимости это против спаев, так как спаи обычно любят выходить под звоном смерти, с часами невидимости, то вы можете, спокойно попав по нему, сбросить ему на 20%. Попал 5 раз, и все, полностью, все сбросил. Хотя он, в принципе, если вы пойдете по спаев столько раз, он уже не выживет. Но вывалится из невидимости в окончании его заряда. В принципе, не требует зарядов, ну, в том числе обоймы, но 4 заряда всего это мало, конечно. не имеет никакой альтернативной полностью атаки, как у солдата. Но эффективен против медиков и спаев. Дальше, следующее основное оружие это самосуд. Очень интересное оружие и своеобразное. После уничтожения турели вы получаете криты месяц за каждое ее убийство. Размер обоймы минус 50 и без случайных критов. Данный стол не имеет сам никаких критов, но, видите, шкала 0 месте у меня сейчас. То есть, если моя турель убила 30, скажем, человек и ее криты снес, я получаю после смерти турели 30 гарантированных критов. То есть, каждый выстрел будет расходовать криты. То есть, не надо просто бегать, там, подстреливать кого-то, чтобы тратить криты, а нужно побить по врагам. И нужно помнить, что обойма не 6 патронов, а всего 3. то есть, почаще перезаряжаться. Дальше, следующее оружие. Это спасатель. Это оружие, я сказал бы, эффективное, если вы стоите на передовой и видите, что вашу турель скоро могут закончить, замочить, или, скажем, мэна против машины играете. Там есть такие бомбы, которые уничтожат вашу турель, но подходить близко к турелю, успеть схватить ее и убежать, если бомба взорвется, вас уничтожат вместе с турелью и все, что вокруг находится. Так вот, спасатель позволяет вам избежать данных моментов. То есть, вы можете стоять за стеночкой и спокойненько спереть свою турель к себе и не получить никакого урона. То есть, доп. атака, как написано, все расходуют металл, чтобы подбирать постройки издалека. Стражать специальности жилой, которые чинят брюшевские постройки. То есть, вы стреляете альтернативно, вы восходите металл, но вы забираете постройку к себе, чтобы ее не разнесли. Это вы можете на дистанции лечить свою же постройку и союзников. Но размер обоймы у него маленький, меньше на 34%, количество патронов в основном оружии уменьшается на 50%. Метка смерти на подношении постройки, то есть, которую вы забрали, вы вносите ее, вы получаете метку. Сейчас в данном покажу вам это оружие, как оно выглядит. Как видите, 4 патрона всего. Вот видите, опа, сперли турель обратно, поставили ее. Видите, она у нас роман донизирует за третьего уровня, то есть, надо ее заодно отстраивать. Видите, крючками такими стреляет. Вот так вот, стройте с постройки. Капсулы такие, чинищие, так сказать, видите, капсулы. Вот она, ротарейка такая, заряжающая турель и восстанавливающую. То есть, если вы умеете пользоваться хорошо стрит-треллей, либо перетащить турель к себе поближе, чтобы не бежать за ней, можно там или какую-нибудь постройку, находящуюся на состоянии. Дистанция, я так понимаю, здесь очень большая. Скажем так вот, заль, хоп, перетащили. Зачем не тащить ее? Видите, мекс, смерти пока я относил к турели себе. Так что, применять ее можно достаточно эффективно. Можно прямо за балконов снимать себе, тащить турели по стройке, но это металло очень много расходует, так что будьте аккуратны с этим. Дальше, второстепенное оружие инженера, пистолет, ну, как обычно везде пистолет бывает. Средняя дистанция, чуть дальше. Точность так себе. Дальше, следующее оружие инженера это поводырь. Вот на этом я остановлюсь. Сейчас перечусь. Поводырь. В чем отличие? Как видите, при включении поводыря вы можете управлять своей турелью, то есть куда он стреляет. У вас лазерный указатель, левая кнопка мыши вы стреляете, пулемет, видите, патрон сходует. Правая ракеты, то есть вы можете уже стрелять дальше, чем обзор турели, наносить там на балконах, где-то там за углами врагов, которых турель не видит. Эффективно, но помните, что турель покрыта небольшим силовым щитом, но как только вы включаете на другое оружие, турель отключается, и пока нужно какое-то время, чтобы она сама автоматически включилась и продолжила. Поэтому постоянно нужно включаться на ключ, чтобы ее пополнить боекомплект или починить. То есть вы не сможете чинить ее в данный момент, когда вы пользуетесь поводарем. А когда вы перечислить, чтобы починить ее, она не сможет быть в боевой активности проявлять никакой, и не сможет вам помогать уничтожать врагов. с этим нужно быть осторожным. Сейчас вам покажу, что позволит убрать турель вручную. Дальше, гаечные ключи. Обычный гаечный ключ, как вы видели, позволяет строить и чинить и возводить постройки, совершенствовать их. Также есть различные еще ключи другие. Видели по 25 лиц останавливаться. А есть такие ключи, как скажем ключи Острозуб. Скорость создания постройки плюс 30, но урон по врагам минус 25%. Данные ключи эффективны тем, что вы быстрее возведете свои постройки. Видите, все снесено уже. Ну, построим новый раздатчик. Поставим. Смотрите, как быстрее возводятся постройки на целую треть. Раздатчик уже почти возведен. Осталось немножко. Видите, смотрите, 50. Скорость удара ключом получается больше, и поэтому возводятся постройки и осуществляются быстрее. Это эффективно, когда вы играете мандать в машину, нужно быстренько окопаться после того, что разнесли или раздатчик. Быстро защитить контрольную точку там. То есть быстро отстройка данный ключ нужен. Он не нужен для рукопашки, он именно нужен для того, чтобы быстро отстраиваться, усовершенствоваться и окапываться. Дальше. Следующий предмет ключ. Это южное гостеприимство при попадании кровотечения на 5 секунд без случайных листов и урон получаемый от огня плюс 20%. 25%. Ключ выглядит вот так вот. Видите? Ну, тут понятно от чего кровотечение. Он есть острый, с шипами, как кастет пределом. Это уже для рукопашной атаки. Ударил и убежал. Пускай там кто-то кровотечение подыхает. Дальше. Следующий ключик. Это даже не ключик, я сказал бы. А механическая рука, оружейник. Максимальный уровень здоровья плюс 25. и без случайных критов изменяет турель на быстрозаводимый мини-турель. То есть, если вы используете его, видите, ваша рука рукопашной становится, ваше здоровье увеличивается, но при этом вы возводите не большую турель, а вот такую быстрозаводимую. То есть, ключом вы тоже строите. Также можете ее приносить, но она всего первого уровня. Но она быстро возводится очень. Даже помощью этой руки можно как насмешка убить вот так иногда подойти к врагу так со спины и убить его. Как фила такая заведенная. Конечно, вот этот рука не очень эффективна, то что турель больше пользы принесет третье уровень с ракетами и пулеметами, чем вот эта маленькая. Дальше скажу еще. эти примеры закончились. особенности инженера. Инженер является классом защиты, как я уже говорил, его особенность это турели датчики телепорта. Инженер как правило любит, так скажем, его любимый союзник, скажем, это пироман, а враг спай. всем будет ясно, что спай это класс невидимый, который имеет такую вещь, как жучки. То есть он может вредить инженеру, устанавливая жучки на его постройки. Это раздачки, турели в основном, телепорты в меньшей степени страдают. В основном целью является раздачки турели. Для прорыва команды противника необходимо убрать данные объекты. А чтобы их убрать, нужно их засапать именно жучками, команда могла снести турели и пройти. Иначе турель просто не даст вам пройти и оставить ни с чем. Поэтому инженер обычно всегда шивает рядом со своими постройками и учинит их и в случае атаки постоянно сколошматит по ним ключом, чтобы выдержать натиск. Спай как выступает? сапает турели, раздачки и убивает инженера со спины. Просто выносится вся ваша контрольная точка оборонительная. Для этого как раз таки вам и нужен пиро, который будет постоянно бегать по базе и прожигать базу от спаев. Так что это ваш лучший друг и помните об этом. Также может взять хэвика, который стоит рядышком с вашими турелями. Раздачек у него есть, ему патроны не нужны, у него так будет раздачка куча лечения. и он в принципе простреливать территорию постоянно может и выносить. Помните, что на возведение построек нужно какое-то время и нужно ставить их на передовые такие выходные так скажем области пространства открытые. Помните, что есть снайперы, которые могут с дистанции неподвижную вашу турель раздачек уничтожить спокойно, без всяких проблем. не ставьте телепорты на видное место, чтобы телепортировавшийся туда ваш союзник не был убит снайпером, который просто поставит точку на уровень головы выходящего телепорта и просто будет выносить всех, кто туда попадает в этот телепорт. То есть не надо так рисковать и подставлять команду. Помните, что от вас может зависеть даже исход игры. Защита базы будет лежать в основном большей частью на вас. Вы имеете большую огневую мощь за счет турелей. Также помните, что турели очень большой урон имеют, что позволяет спокойно разносить легкие классы. Но также не забывайте, что турель наносит урон не только по врагам, но и по вам, если вы находитесь на линии огня. То есть если вы стоите колошматить турель сзади на прямом завалить не только его, но и вас. И только вас, а врага не заденет. Так что не забывайте об этом. Инженер не имеет такой большой скорости, как скаунт, конечно, но он достаточно приличный, что позволяет ему ходить. Но помните, что с постройками передвигайтесь медленнее, что делает вас уязвимым. Также вашими врагами будут демомены, которые за угла закидывают бомбы и пайпы под турели и раздачки могут одним взрывом все эти пачки разнести вашу точку защиты. Также солдаты, которым дистанция могут накидать амракеты, поэтому даже критовые очень существенно сносят здоровье турели и раздатчику и вас могут нажить сразу же, что область поражения большая. Хэвик из-за угла под Убером. Ну и тот же пир, если противник, то он может выжигать из-за угла вашей постройки. Но ему нужно подойти близко, очень критично и может не выжить пир, а просто быть уничтожен. На этом постройки не горят. На этом я думаю все. Об инженере больше нельзя сказать такого. В принципе можете использовать его как и в атаке защите, поддержке. Но в атаке лучше поставить турель на защиту, сам пойти куда-нибудь пострелять, но только не лезть на рожон. Всем спасибо. Если кому будет полезно данное видео, ставим лайк и подписываемся. Счастливо, удачи, новых побед.